Михаэль, как относиться к предсказателям? Мне наговорили тут такого, что лучше не повторять, верить им или нет. Если да, то как избежать того, что они мне предсказали? Вам верю, им не хочу верить. Сергей. Вы понимаете, очень многие люди обладают свойством ощущения будущего. Встречался с такими, говорил об этом с моим учителем, и у него было несколько таких учеников в течение жизни, которые приходили, занимались немножко и обладали этим чувством будущего. Но я лично не испытывал к ним непосредственной тяги. А как, любопытство, знать, что с вами будет, как судьба с вами? Нет, я тебе скажу откровенно, вот то, что со мной будет через неделю, месяц, год, 10-20 лет, Ну, а что с того? Если вы узнаете. Да. Мне кажется, намного интереснее жить, когда ты не знаешь ничего. Именно не знаешь ничего. Это намного интереснее, это захватывает. А когда ты все знаешь, ну все, ты как пришел на какой-то кинофильм, как когда-то было в кинотеатрах, да, сел на свое кресло и вдруг обнаруживает, что этот фильм ты прекрасно помнишь, что его уже видел. Вся острота пропала. То есть желательно вот так вот, как вы говорите, жить, вот так, да? Вот завтра, завтра, что будет, то будет. Да. Все в руках высшего, вот так вот и двигаться по этому течению. Самое лучшее ничего не знать и быть хозяином своей жизни. Насколько ты хозяин, а сколько нет, начнешь разбираться, тоже не надо. Я иду вперед по тем правилам, которые установил творец, чтобы прийти к нему. Я иду, сближаюсь с ним именно по тем условиям, которые он поставил передо мной. И больше не хочу, я не хочу больше видеть Нина Айоту, я не хочу больше, ну ничего. Я хочу быть вот таким вот преданным последователем творца. Это здорово. Это самое прекрасное, что может быть. Это великая, великая награда человеку, когда он может так поступать. И при этом услышать, как тебе тут наговаривают твое будущее, ни в коем случае. Не надо. Мы же должны прийти к отдаче от меня и далее. А если за каким-то углом вот такого движения, как вы говорите, вот так вот отдавшись творцу, вдруг приходят вещи страшные, вдруг приходят, знаете... Нету страшного или не страшного. Все зависит только от того, как ты к этому относишься. Если ты этому отдаешься открыто, вот так вот раскрываешь душу, то, что есть, то есть, но это от творца. Ничего страшного нет. Вот так бы жить, вот так бы жить. Да, но ничего страшного нет. Просто все, все мгновенно становится простым, ясным, мягким. Вот какого у тебя отношения к творцу, таким ты делаешь его. Его, это что вы имеете в виду? Ворца? Ворца. Конечно. И все. И тут и соединение правильное между вами. Спасибо. Ворца? Продолжение следует...